Как правило, летом прибавляется работа у врачей-травматологов. Переломы, травмы и ушибы. Дети падают с велосипедов и самокатов, залезают на деревья и выбегают на дороге. Уберечь ребенка от неприятностей поможет наше с вами повышенное внимание. Глеб получил травму на футбольном поле. Перелом и разрыв сухожилий. Теперь вместо игр на воздухе – больничная палата. Позади сложная операция на ноге. Она длилась три часа. Играл в футбол, потянул колено, произошел хруст. Доставили меня в травмпункт. Сказали, что около месяца буду тут. Первое ощущение было очень больно. Сейчас уже привыкаю к нему. Никифер Наумов заведует детской хирургией вот уже 36 лет. Говорит, травматизм летом увеличивается в разы. Дети падают с деревьев и заборов, самокатов и велосипедов. Получают ожоги. Сейчас в отделении 16 юных пациентов. Самому младшему – 3, старшему – 14. 40 лет назад, я вам скажу, в городе было 3-6 тысяч детей и травм было намного меньше. Переломов таких не было. Я прекрасно помню и знаю. Мы практически не оперировались. Сейчас у нас детей где-то 13 тысяч, а травматизм растет. Уличные бытовые травмы. Врач говорит, увеличилось и их количество, и сложность. С появлением гаджетов дети стали меньше двигаться. Как результат – слабые мышцы и кости. Вот. На одной конечности 5 переломов. Раз, два, три. Вывих. Чтобы не провести каникулы в гипсе детям, родителям нужно чаще объяснять простые правила безопасности. Почему так опасны игры на строительных площадках или в заброшенных зданиях. О том, что дорога требует особой внимательности. Ведь детский травматизм – это отчасти и вина взрослых.